Если женщина страдает молча, значит рядом нет телефона. Героиня этого сюжета своим страданием обязана телефону. И молчать она не собирается. Кира Карлович продолжит мобильную тему. Понятие норма относительно. Что норма для паука, то хаос для мухи. И если каких-то пару сотен лет назад нормой было затянутое письменное общение через гонцов и почтовых голубей, то сегодня промедление в связи немыслимо. Менчанка Елена Шабанович привыкла к надежности. Мать двоих детей и сотрудник ОМОН всегда на чеку и должна быть мобильна, чтобы все успеть. Для этого Елена решила купить новый телефон. Из многих предложений остановилась женщина на одном из крупных салонов связи, о чем вскоре пожалела. Приобрела телефон и практически через три недели у телефона начался так называемый глюк. Он начал выключаться, перезагружаться самостоятельно, писал ошибка, карта извлечена. И это продолжалось сначала, это было один раз в день, а потом это после каждого разговора. Аппарат тайваньского производителя, увы, не оправдал высоких надежд. Кстати, вместе с мобильным устройством Елена приобрела в салоне и дополнительную гарантию. На всякий случай. Покупательница рассчитывала получить три года исправной работы телефона, а на деле погрязла в разбирательствах с продавцом и сервисным центром. Обнаружив поломку, Елена написала заявление в салон связи о возврате денег за неисправный телефон. Аппарат передали на диагностику и через некоторое время женщина получила ответ от сервисного центра. Дефект не подтвержден. Но как это понимать? Ведь телефон по-прежнему не распознает вторую сим-карту. Я бы хотела или денежные средства вернуть, или заменить мне этот телефон. Он меня устраивает, только чтобы он работал хорошо. Каждый раз не перезагружался. Ну, в принципе, товар приобретен новый. Я же говорю, три недели с ним только походила. Согласно статистике, в прошлом году по всему миру реализовано более миллиарда сотовых телефонов. Темпы продаж устойчиво растут, преимущественно в пользу смартфонов с широкой диагональю. Что до качества, то частота поломок телефонов на гарантийном сроке варьируется от 3 до 10%. Цифра зависит от производителя. Ну а самыми слабыми частями умных телефонов остаются микросхемы и разбитые экраны. Именно с такими проблемами абоненты регулярно обращаются в сервисный центр. Для среднестатистического белоруса хороший смартфон – дорогое удовольствие. Поэтому разногласий в установлении факта поломки быть не должно. Если сервисный центр не нашел проблем в телефоне, а покупатель, в нашем случае Елена, не согласен с заключением, он имеет право настаивать на организации независимой экспертизы. Продавец обязан при проведении такой экспертизы. Если все-таки потребитель считает, что дефекты есть и дефекты являются производственными, не связаны с эксплуатацией мобильного телефона, то продавец о проведении экспертизы о месте и времени такой экспертизы обязан письменно уведомить потребителя. Потребитель же вправе присутствовать при такой экспертизе. Если выводы данной экспертизы не удовлетворят потребителя, то он вправе ее провести самостоятельно и, соответственно, за свой счет в любом другом экспертном учреждении. Если в результате экспертизы будет установлено, что дефект имеет производственный характер, оцениваемый как минимум в треть стоимости самого аппарата, то продавец будет обязан вернуть покупателю деньги. Если же дефект не будет существенным, то Елене останется лишь регулярно относить телефон в ремонт. В любом случае потребитель обязан проявить настойчивость и пойти до конца. Если продавец будет идти в полный отказ, то, пожалуй, останется только одно – уповать на судебную инстанцию. Потребитель вправе, опять же, на свой выбор либо предъявить претензии продавцу с предъявлением независимого заключения и заявлением требований потребителя, будь то это расторжение договора и возврат, назад уплаченные денежные суммы с учетом возмещения всех убытков, в том числе и оплаты за производство экспертизы, либо обратиться с исковым заявлением в суд, где дополнительно заявить требования компенсации морального вреда. Досудебная экспертиза мобильного телефона в Минске стоит приблизительно 1,2 млн рублей. Судебная же экспертиза – от 2 млн и выше. И, возможно, Елене придется выложить сумму, равную цене самого телефона. Ведь сотрудники салона связи на связь, по иронии, не выходят. Вы связались с голосовым ящиком абонента 375. 2, 9, 1, 4, 0, 9, 9, 8, 4. Елена признается, что уже запуталась, в какую игру с ней играют администраторы салона связи. В прятки или в испорченный телефон. Но быть в дураках покупатель не намерен. А значит, впереди разбирательство и, возможно, суд. А вообще, как показывает многолетняя практика, выключенный мобильный телефон – это лучшая гарантия отсутствия проблем с мобильной связью. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова